Досмотрите до конца и вы увидите фокус с исчезающей монеткой Всем привет мои дорогие любители жареного и острова все любите смотреть музыкальные клипы ставить дизы и срать комментах тогда вы на нужном канале сегодня мы представим 5 наиболее популярных клипов этой недели в жанре поп по версии шучу моей мамы мы подберем на улице 5 ни в чем не подозревающих жертв и покажем им к наши подобранные клипы по итогу на основании их оценок мы сформируем самый непредвзятый чистый как моча девственниц рейтинг клипов да простит меня мама погнали клипов с фокусом клипов с фокусом и и и и и сейчас Раз-раз. Привет, я Алекс. Алекс Бет. Алекс Бет. Как тебя зовут? Мария. Не знаю, что он сегодня посмотрит. Бамс. Подписчики. Станислав. Станислав, расскажи о себе. Я Станислав. Как ты думаешь, что мы приготовили? Все не понимают, что будет. Но я, в принципе, не против. Это будет ужасное видео. Но это мы видели. Все они тоже сделали именно такую подборочку. Сегодня мы будем смотреть музыкальные клипы. О, круто. Сейчас тебе покажу первый клип. Не лето. Любимка. Это не лето, а зима. Это российский певец. Настоящее имя Данил Придков. Данила. Себя Данил называет музыкантом-универсалом. Тебе нравится слово универсал? Универсал. Универсал больше, если честно. Автор, певец и танцовщик. Да, хорошо. А известность ему принесло участие в шоу-проекте Песни на ТНТ. Поехали смотреть первый клип. Let's go. И просто трачу свою премь на тебя, 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 тебя. Смотрели? Ага. Ну вот тогда посмотрите клип и... Ну, пацанчик симпозный такой. Наканчивый. Спортавая находится? Спасибо. Клип мы ведем, а песню слушаю. Между нами вына, между нами вына. Между нами в вода, между нами вода. А приклею у меня тоже такая пушка, я достаю, что в очках ты плохо видно, да? Нет, я думаю, это стоит. Мне нет особо смысла. Единственное, мы чем-то постарались, это хороший бит, но я как уверен, что бит написан в ней, поэтому, скорее всего, в этой песне его заслуги только слова. Он достаточно харизматичный, мне кажется, вот на вкус, он 17-летний, девочка. Хайповый, хайповый, да, вот он именно так. Ну вот я просто удивляю, я сторонник таких людей. Ну о чем, непонятно, ну здорово, танцевально, молодежно. Ровным счетом, два куплета и припев, все. Сейчас мода такая делать, как у зарубежных рэп-исполнителей, вот, и, в принципе, автор неплохо справился с этой идеей. Ой, красненькие пистолетики. Еее. Сразу между булок засунул, ну понятно кому. Шоу-бизнес. Я начинаю теперь присматриваться. Да, он, короче, с детства мечтал стать как Нео из Матрицы, но он слишком милый. И поэтому он решил снимать клипы для девочек. Ну мы маленькие детки сейчас такое слушаем. По радио, часто. Обычный поп-трек, как бы, ну, качает. То есть, как бы слушать музыку, платья головой, да, это, конечно, сложно. Следующий клип это будет Крем Сода. Комета. О, я знаю этих ребят, они очень крутые. Это московская группа, основана в 2012 году. Ребята экспериментировали с саундом направления старой и новой школы. Новая школа, это я люблю. Треки в начале творческого пути написаны в стиле Электрохауса. А также Синти Попа. Попа или Синти? Да, Попа это вообще же. В 2013 году песни группы начали ротироваться на радиоволнах. Давай, смотрим, смотрим. Сначала мне очень нравится. Качаю, да? Да. Опять же, неразделенная любовь. Прям хочется подпевать. Мне нравится. Нравится? Наслышала, не знаю. Ага. У Павлева потом. Обязательно. Это его бабушка. Ой-ой-ой. Все постарело. Смена технологий. Это снеговичок. Редко, когда бывает такое, что работает. Вот она вайб. Вайб. Ты ловишь вайб, когда слушаешь музыку. У тебя становится спокойно. Под их песней самое главное можно рефлексировать, расслабиться и не напрягаясь. Так же, как под Рамштайн фильмы. Поется про комету. В клипе мы видим совершенно другое. Новый год, Дед Мороз, Снегурочка, Снеговики. Мне понравилась Снегурочка. Где-то я ее видел. Я лечу, канета, моя цель, канета. И не остановись, меня не остановись. Я лечу, канета, моя цель, канета. И не остановись. Что, от прошлой песни я отошел? У меня на все песни она тоже движение. Что-то впечатление у тебя, конечно. Одни и те же движения, да? Впечатлительные. Человек молодой. Текст можно и не слушать, но клип действительно хороший. А мне понравилась постановка, понравился сюжет и история. Она, конечно, совершенно, по-моему, не связана с текстом, но это уже другой вопрос. Да. Я все равно переживаю за одну из видов. Что за одно? Что за другое? Меня не остановить. Главное, что бренджовер я не остановил. Главное, что бренджовер я не остановил. Ой, он своим морковным носом гонит. Пропащая молодежь. Эта работа стоит, внимание. Ты получаешь эстетическое удовольствие от колористики, операторской работы, режиссуры. Не только песни. Ну, это очень круто. Следующий клип у нас на просмотре. Как называют? Клава Кок с Моргенштерном. Моргенштерн. Мне пох. А ну-ка. Это певица, блогер. Настоящее имя Клавдия Высокова. В музыку пришла с записи кавер в соцсетях. Что-то пошло не так. Где приобрела известность уже в 2015 году. Скажи мне сладкую ложь, скажи прямо в лицо. Скажи, что любишь меня. Но уже так все равно. Нет времени объяснять. Меня цепляет твой взгляд. Но ты точно из тех, кому нельзя доверять. И мне Бог. Тебя люблю, но веду себя так вот. Ты мне Бог. Потому что я люблю тебя. Очень неожиданно. Текст как текст. Визуальное впечатление непонятное. Ну, а эта песня... Не она, не она. Окей. Непривычно вообще. Он такой-то так. Не хватает его этой текции. Это вообще никак. Даже не могу оценку поставить. Ну, прикольно. Я бы не узнала, что вообще голос будет. Лучит как бы приятно. Но нет вот этой вот драйвовости. Вот как бы, как у Моргенштерна. Вот всего вот этого не хватает. Создатели этого клипа хотели соединить какую-то вот молодежную версию в историю. Ну, с классикой, с романтикой, с музыкой на пианино, с классической обстановкой. Воспременно я воспринимаю. Может, мне жаль. Кратко скажу. Кому-то эта песня может показаться о любви, но мне похуй. Вообще. Вообще похуйё. Блин, похуй. Что понравилось, то есть. Как для меня немножко слабенько всё. Слабенько, да? Ну, не производит какого-то впечатления. Ну, красивая девушка, пианино там. Интересный парень, может, какой-то нестандартный. Ну, как бы и всё. А так, в принципе, песня неплохая. То есть, это собственный кавер на свою же песню, как я понял. Только в обработке. Ну, прикольно, классная версия. Более нежная. Ну, оригинал намного лучше. Я бы не пересматривал, я бы не переслушивал, но имеет место быть. Окей. Специальная петля, чтобы потом не пить такое. Следующий клип у нас будет «Андро, моя душа». Андро родился в Украине. По национальности чисто кровный. Не время. Цыган, 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 цыган. С самого детства мальчик жил в традиционном таборе со своей семьёй, которая очень любила музыку. Настоящее имя – Андро Кузнецов. Так я зовут Андро? Андро. Не Андрей. Андро. Не Андрю. Не Андрея. Андро. 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 Ему в прошлом году исполнилось 18 лет. Звучит надо обещать. Ну, сразу видно, что вот цыган по-любому, потому что с лошади в кадре стоит. Цыган не был бы цыганом, если бы без лошади, да? Да, да, да. Прикольно. Я такая сама не очень слушаю. Там девушка и в разных локациях просто поёт. Я не сильно понимаю, вот, данное, не знаю, направление, как бы эта песня для чего. Ну, типа, она рассказывает о своих чувствах. Есть история, видимо, которая пережита им, потому что ребята 18 лет не пишут такое придумывая из головы. Я в этом убеждён глубоко. Это прямо какая-то история из жизни. Я и растрогалась. Очень похоже на известных исполнителей российских. Я не помню, был такой мальчик. Очень похоже. Песня вообще крутая мне зашла. Я её добавлю к себе в плейлист по-любому. Ну, плохой голос. Симпатичный молодой человек. Ну, песни, я не знаю. Не знаю, у меня вообще никаких впечатлений особо нет. Не знаю даже, что тебе сказать. Короче, растрогала тебя, да? Да, да. Песня крутая. Но клип, она не сочетает. Это важно. Если ты снимаешь клип, важно, чтобы это было единым целым. Очень здорово, что с Украины мальчик. Какой прикольный. Я думала, без веселения забудем. А тут такое. Голос дома. Девочки. Да, и даже подача. Вот как-то. Вот если бы я не знал, что это цыган, и не видел бы клипа, я бы не понял. Голос сильный. Клип не ложится на песню. Вон та-там, та-там. Непонятно, как это связано в цирке. Мне кажется, я перейду на попсу и буду ее всю жизнь слушать. Для 18 лет, как по мне, довольно-таки неплохой трек. Следующий исполнитель у нас Зиверт. Беверли Хиллз. Зиверт это российская поп-певица, автор и исполнитель. Настоящее имя Юлия Сытник. До того, как стать известной, работала бортпроводницей. В 2016 году приняла участие в вокальном конкурсе. И поняла, что музыка это е-е-е. Включай. На этом клипе, где вы известны. А, да-да-да. Мне уже нравятся краски. Стильно, красиво, современный клип. Красивый видеоряд. Ряды в эфир. Лайк. 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 Чуть-чуть громче говорить. Классный переход сделан! Чётко! Молодцы! Прикольно так. Загружились получается на улице, а упали сразу на кровать. Вот бы мне так всех девчонок. Диверт, мне вообще очень нравится сама по себе, что он делает, как она меняется. Да, да, да. Обалденно. Я много видела таких клипов, я не могу сказать, что его запомнила, но уже его забуду через пару минут. Мне больше нравится другая песня, не эта. А, из её, да? А какая? По-моему, Life называется. Ну, конечно. Так-так-так, мои дорогие, пришло время узнать, кто же какое место занял в нашем топе. То есть это пятое, а потом четвертое, третье. Первое самое лучшее. Да, самое лучшее. На пятое место я скорее ставлю Клава Кок и Могенштерна. На пятом месте, наверное, всё-таки за Клава Коком. Сиверт у нас получила пятое место. Не Лета Любимка получил пятое место по оценке Алекса. Номер пять нашего топа – это Клава Коком, не Пох. По оценкам участников, в большинстве случаев Клава Кок с композицией «Мне Пох», акустическая версия занимает пятое место в нашем топе. На четвертом месте, я думаю, это всё-таки Андро и моя душа. Не Лета Любимка получила четвертое место. Четвертое место я поставлю Не Лета Любимка. Но четвертое, наверное, не Пох. Хорошо. Клава Кок, «Мне Пох» с Могенштерном получила четвертое место. Номер четыре – Не Лета Любимка. В более выгодной ситуации находилась композиция «Любимка», дополнитель Ани Лета, и занимает четвертое место в нашем топе. Третье место поставлю Андро. В Орли Хиллз у нас занимает третье место. Третье место, и всё же? 500 кометов. Третья комета. Моя душа. Андро. Третье место. Третье место в нашем топе удосужилась взять композиция «Моя душа» в исполнении Андро. А кто же занял второе место? Кто же, кто же, кто же? Зиверт Бевард Хиллз получает второе место. Второе – это всё-таки будет не Лета Любимка. Топ-два у нас Андро «Моя душа». Крем-сода. Комета получила второе место по оценке Анюты. Ну, да. Правильно, да. Так, второе – мы любим Зиверт. Итак, второе место заняла композиция «Беверли Хиллз» в исполнении Зиверт. Ну, и какое же первое место, хочется узнать. Первое место. На первом месте. И на первом мы ставим… Ну, первое, естественно, Книвер. Беверли Хилл. Именно первое место – «Моя душа». Али Шаром. Благо, Благо. Крем-сода. Ну, первое, естественно, Крем-соде. Ну, и, соответственно, мы уже понимаем, что первое место досталось группе «Крем-сода» с композицией «Комета». «Я хочу поздравить их». Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Обязательно, ребята, напишите под этим видео свои комментарии, какой клип вам больше всего понравился. И, соответственно, разместите свой рейтинг этих клипов. Хочу высказать огромную благодарность каждому участнику. Спасибо, что вы пришли к нам на шоу. Каждый по-своему был уникален, снялся и показал свои эмоции, дал комментарии. Непредвзятые, настоящие, искренние. Ребята, напишите в комментариях, кого бы хотели видеть еще раз в нашем выпуске. Мы обязательно пригласим на следующий выпуск. Все, кто хочет попасть в наше шоу, прокатиться в нашем такси, пишите в комментариях. Мы обязательно пригласим вас. Мы для вас, ребята, приготовлю много чего интересного в наших следующих выпусках. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, делитесь с друзьями в социальных сетях, рекомендуйте. Не пропускайте следующие выпуски. До скорых встреч! Подписывайся на канал предпросмотр прямо сейчас. Некоторые уже подписались. Я подписалась на канал. Я подписался на канал. Я подписался на канал. Я тоже подписался на канал. Они подписались на канал предпросмотр. А ты подписывайся на канал, ставь лайки и помоги выжать канал. подписки у нас у нас остался пятый клип ну следующий клип в очереди подписчики так значит единичка орешка орел это beverly hills господи я сам запутался орел короче это не лето ладно бросаю жребий 5 наиболее популярных клипов этой неделе пожар в жанре по покажем и мы покажем им подобраны покажем им подоблен подобран блять да что такое но я уже начал нервничать все пиздецы у меня долго доходит блять долго доходит на фейтасе рассказываю пофиг короче